Привет всем, ребят! Сегодня у нас на обзоре Infiniti QX60. И для начала давайте оценим внешность автомобиля. Продолжение следует... Ну а теперь у меня есть парочка вопросов к вам. Вопросы следующие. Ну, во-первых, как вы попали на мой ролик, где его нашли по поиску в YouTube или в Google? Напишите в комментариях об этом. И следующий вопрос. Почему вам интересен автомобиль этот? Вы его рассматриваете для покупки себе? Или, возможно, вам просто интересен этот автомобиль и вы хотите посмотреть, что это такое? Но покупать не собираетесь его. Напишите в комментариях, пожалуйста. Итак, рассказ свой я начну с двигателя из коробки. Здесь V6. Знакомый уже всем двигатель. Такой же стоит на Nissan Murano. Но только здесь он не задушен. Здесь 283 лошадиные силы. Минус, конечно, по налогу. Но зато он поинтереснее немного работает. И также здесь коробка вариатор X-Tronic, которая также нам знакома по Murano. Капот у нас имеет газовые упоры. Внешность вы уже смогли оценить. Давайте подробнее немножко остановимся на том, что у нас автомобили себя представляют по функционалу. Что касается света, здесь Big Xenon. Кто-то говорит, что он не очень хорошо светит. Но, как правило, Xenon выигрывает диодный свет с учетом того, что оптика такая же. Здесь, наверное, лучше спросить у владельцев этого автомобиля. Как вам свет? Напишите в комментариях, хороший или нехороший. Есть омыватели фар. Диодные противотуманки. Радар адаптивного круиз-контроля. Внешность мне лично очень зашла. Автомобиль классный. Шильдик 3.5. Означает, что у нас объем двигателя 3.5 литра. Боковая линия. Спереди, кстати, у нас есть Parktronic. И спереди, и сзади. Кому-то не нравится вот эта вот ниспадающая линия. А мне кажется, что довольно самобытный получился дизайн. И на самом деле автомобиль выглядит очень круто. Но за счет дизайна кажется, что он не такой большой автомобиль, какой он есть на самом деле. У нас огромные двери. Пороги закрыты снизу. Задняя тоже широченная дверь. И, соответственно, нам очень легко будет попадать в салон автомобиля. Про салон чуть позже. Автомобиль у нас семиместный. Багажник с электроприводом, естественно. Но камера заднего вида здесь имеется. У нас максимальная комплектация. Хай-тек. Багажник здоровенный. Сами видите. Это сложный третий ряд. Вот видно, что автомобиль все-таки ближе к премиуму. Даже вот эта полка, она фиксируется. То есть, все сделано как для людей. 12-ти вольтовая розетка имеется у нас. Электропривод складывания и раскладывания третьего ряда. Акустическая система. Боус у нас здесь стоит. Кстати, вот обозначение. Боус мы видим только здесь. Больше в салоне нигде его не видно. Запасное колесо у нас снизу. Даже с разложенным третьим рядом багажник у нас имеется здесь. То есть, автомобиль очень большой. Сейчас немного подробнее рассмотрим второй и третий ряд. Карта дверей. Мягкий пластик. Кожаная отделка. Автоматические стеклоподъемники. Вставки под дерево. Но, в принципе, что касается материалов отделки и дизайна. Внутри все сделано отлично. Здесь есть большая панорамная крыша. Спереди тоже люк. Он открывается. То есть, вот так сделано. Не во всю крышу, конечно, но зато туда она уходит прям практически до третьего ряда. Подсветка в салоне. Недиодная, кстати. Здесь очень много галогеновых лампочек. Кто-то возникает на это из блогеров. Но я считаю, что ничего там плохого нет. Наоборот, ламповый стиль. Ретро и очень здорово. Здесь у нас есть подголовники. Мультимедийная система. Свой климат-контроль. Зарядка на 120 вольт. В России практически бесполезная. Автомобиль больше, наверное, как уже многие говорили, для американского рынка. Поэтому такая здесь история. Обогрев сидений. Двухдиапазонный. Здесь мы можем звук регулировать. Подключить по HDMI, по USB, какие-то свои устройства для детей. Ну и, собственно, пользоваться мультимедийной системой. То есть автомобиль, понятное дело, семейный. И это, наверное, я еще не раз скажу. Сидения у нас регулируются. Их можно двигать. Диапазон довольно большой. Кожная отделка. Перфорация. Кожа приятная на ощупь. Видно, что это не самый дешевый материал. Подлокотник с подстаканниками на втором ряду. По углу наклона можно отрегулировать этой ручкой сидения. И вот этой, соответственно. И этой же ручкой оно складывается. Чтобы проникнуть на третий ряд, нам нужно до конца поднять эту ручку. У нас поднимается сиденье. И мы его сдвигаем вперед. Самая лучшая система из всех семиместных автомобилей, которые я видел только. Ну и, соответственно, большой проем. Здесь мы можем спокойно попасть на третий ряд. Давайте посмотрим, сколько там места. Ну и, соответственно, если я сиденье пододвигать к себе не буду, то я здесь вообще могу очень вольготно расположиться. Сиденье третьего ряда также у нас имеет регулировку по углу наклона. Не всегда бывает в семиместных автомобилях. То есть, и мы на третьем ряду очень по-царски можем расположиться очень удобно. Подстаканники у нас здесь имеются. Воздуховоды климатической системы, ремни безопасности и так далее. Здесь тут вообще на самом деле вариантов трансформации салона очень много. И поэтому здесь можно очень удобно расположиться. Ну вот я бы, допустим, путешествовал бы, наверное, вот так. Очень удобно. Ну вот пододвигаем для начала сиденье. И здесь коленками я уже упираюсь. У меня около 170 сантиметров рост. Но, соответственно, можем мы расположиться. Также присутствует здесь режим максимального комфорта. То есть мы можем сложить второй ряд, вытянуть ноги. И вот в таком виде уже путешествовать очень будет удобно на самом деле. Поэтому третий ряд здесь довольно классный. Из всех автомобилей с семью местами, наверное, один из самых крутых. Мне очень понравился третий ряд здесь. Обычно я такое говорю довольно редко. Ну вот, собственно, видите, очень удобно. Здесь можно расположиться. На втором ряду тоже полно места. Но если вы двухметровый парень, то, скорее всего, возможно, вам не очень удобно будет. А если вы нормального роста, как я, метр семьдесят, то вот, пожалуйста, огромное количество места. Правда, под сиденьем, под ноги нет места. Но я не думаю, что это будет какой-то проблемой для людей среднего роста вообще. На самом деле автомобили почти все сделаны под мой рост, под меня. И поэтому двухметровым парням, конечно, печально и больно. Но что поделать, жизнь несправедливая штука. Сейчас посмотрим с вами, как выглядит водительское место. Ну и, собственно, подробно рассмотрим функционал автомобиля. Начнем с карты дверей. Отличные материалы. Мягкий пластик. То же самое, что сзади. Автоматические стеклоподъемники. Все четыре. Регулировка зеркал. Здесь у нас мониторинг слепых зон. По нему мы, кстати, можем отличить максимальную комплектацию. Все эти системы, они только в максималке идут активной безопасности. Сиденье с профилем боковой поддержки, но не ярко выраженным. Поэтому здесь и крупным людям очень удобно будет. Много регулировок по высоте, по углу наклона спинка регулируется. Поясничный упор тоже имеется у нас здесь. Ручной тормоз включается у нас с ногой. Но это, опять же, дань американцам. Здесь у нас управление дверью. Омыватель фар. Мониторинг слепых зон. Обогрев руля. Можно здесь включить. Есть еще варианты и отключения курсовой устойчивости. Также можно выключить розетку. Руль у нас регулируется по высоте и по вылету электроприводом. Очень здорово. Есть память сидений. Соответственно, и положение руля. Она тоже запоминает. Очень удобно, когда ты садишься. Сидение подвигается. Руль опускается, как тебе нужно. Но и для того, чтобы выйти из-за руля. Оно отодвигается и руль приподнимается. Это тоже очень удобно. Есть у нас бесключевой доступ. Сейчас заведем автомобиль. Очень жарко у нас сегодня. 28 градусов. Музыку выключим. Чтобы у нас за авторские права не наказали за нарушение. Ну и давайте подробнее рассмотрим салон и функционал. Начнем с руля. Руль очень похож на тот, что стоит в Murano. Только пластик здесь не серебристый. И это его не дешевит. Это плюс то, что он здесь матовый. Кто-то говорил про то, что... Не помню уже у кого в обзоре я видел, что это дешевый пластик. Но мне такой нравится больше, чем рояльный. И я его дешевым не нахожу. И на самом деле он практичнее. Потому что не залапывается. И здесь такая же история на руле. Видим мы круиз-контроль. У нас адаптивный есть. То есть система, которая удерживает автомобиль на определенном расстоянии. Здесь присутствует. Соответственно есть и система, которая помогает нам при аварийном торможении. И минимизирует последствия. Надеяться на то, что она вас спасет не стоит, конечно же. Но минимизировать последствия она сможет из-за вас оттормозиться, если что. Кстати говоря, очень много кто бомбил на то, что большое количество кнопок. И не модно это. И нет тенденций нынешнего времени к тому, чтобы делать все сенсоры. Я считаю, что так лучше, что в автомобиле должны быть кнопки. Это сильно удобнее, чем пользоваться сенсором. Но экран здесь, кстати говоря, сенсорный. Кстати, руль мы здесь можем включить. Обогрев, кондиционер. Настроить климат для второго и третьего ряда. Соответственно все это мы здесь можем делать. И так же это все дублируется кнопками. Кнопка авто, регулировка вентилятора, регулировка температуры, выбор режимов. Все это есть кнопками. И очень это удобно, потому что мы на ощупь даже можем в темноте включить. Даже если здесь не было бы подсветки. Мультимедийная система, регулировка громкости. У нас тоже ручка. И это тоже очень удобно. Кто бы что ни говорил. Я считаю, что должно быть в автомобиле так. И никаких сенсоров быть не должно, на мой взгляд. Здесь у нас бокс в подлокотнике. Два USB. Карта навигации. Аудио и видеовход. И так же есть розетка под прикуриватель. Подлокотник большой, удобный, с приятной кожей. Есть вот такая вот ниша, куда мы можем ключи положить, смартфон и так далее. Здесь мы можем выбрать режимы спорт, эко и снег. А для бездорожья у нас полный привод. И соответственно в некоторых моментах этот режим нам может пригодиться. Кстати, выглядит панель приборов. Здесь эти режимы тоже дублируются. Она утоплена туда. Опять же, кому-то это не нравится. А я считаю, что здесь вполне все нормально прорисовано. Все видно отлично водителю. Нет никаких бликов, ничего нигде не отражается. Даже если солнце сюда светит, вы все равно всю информацию можете считать. Я не знаю. Возможно, я слишком консервативен. Но мне кажется, что так вот лучше. Ну, допустим, нам нужна быстро навигация. Мы нажали кнопку, увеличили, уменьшили масштаб. И также мы можем это делать с сенсорами. То есть, ну, я считаю, что кнопками это делать удобнее. Есть кнопка камеры, тоже отличная штука. Правда, камера здесь не очень хорошего разрешения. Но мы можем, соответственно, посмотреть, как у нас обстоят дела сзади, спереди. И припарковаться к бордюру. Допустим, правая камера нам позволяет это сделать. Можно также все дело поменять. И опять же, управляется все это сенсорами. Я считаю, еще раз повторюсь, что кнопки это отлично. Здесь есть у нас датчик света. Автоматически включается свет. Также с ближнего на дальний он переключается автоматически. Соответственно, мы можем просто в дальний свет включить и вообще забыть про это дело. Датчик дождя тоже у нас имеется здесь. Зеркало с автозатемнением. Подсветка тоже лампочкой. Не знаю, мне почему-то нравится это дело. Подочечник. Была бы еще черная крыша, было бы вообще здорово. Подсветка у нас имеется на зеркале. Регулировка обогрева и обдува сидения. Сидение у нас с перфорацией, соответственно, есть обдув. Тоже много кто говорит, вот рычажки. Почему-то вот когда в Бенкли люди видят эти рычажки, то они говорят, о, очень здорово и круто, что там, значит, это выглядит под старину. А здесь нет, разве? Я считаю, что здесь тоже очень здорово, что есть они. И на самом деле, мне вполне нравится управлять именно рычажком. То есть, ну, я сторонник того, что вот так вот сюда узнал. Здесь у нас есть USB и USB-C. Написано, что только зарядка здесь и прикуриватель. Кстати, прикуриватель в комплекте есть, но только отверстие под него. Аудиосистема BOLS, как я уже говорил. Но вот видите, нигде не на дверях, нигде не написано, что это BOLS. Столько на сабвуфере мы видим. И звучит она очень здорово, вопросов к ней нет никаких. Но вот единственное, что мне не понравилось, то, что не очень хорошее разрешение на камерах. И все. И больше я в салоне ни к чему придраться не могу и не хочу. Потому что на самом деле мне все нравится. И вставки под дерево говорят, что это не модно. Но и не должно быть это модно. Мне его, допустим, нравится. И я уверен, что очень многим людям это понравится тоже. Какой-то парнишка насилует Vesta там. Что хочет вообще непонятно на переднем приводе. Но бывает. Что касается еще мультимедийной системы. Здесь есть какие-то приложения стандартные. Руководство. То есть мы можем какое-то приложение скачать. AppGarage. Не знаю, что такое, если честно. Но вот они у нас имеются. То есть мы можем подключить телефон по Bluetooth. Я подключал. У меня никаких проблем не возникло. Компас у нас есть. Вот что-то приложение. Удобно на самом деле очень. Аварийка. Кнопочкой. В удобном месте расположена. То есть мы не будем тянуться к ней. Чтобы сказать спасибо в нужный момент. Кстати, вот где написано Bows. Я нашел в салоне. Итак, ребят. Давайте сейчас прокатимся на автомобиле. Посмотрим, какое он в движении с вами. И с чего хотелось бы начать. Начать хотелось бы с фразы, которую говорят очень многие люди, что автомобили с коробкой вариатор не едут. Скажите это, пожалуйста, владельцам Nissan Murano. QX 50, 60. Не знаю, на мой взгляд, едет отлично. И плюсы у вариатора свои есть. То есть это всегда плавная передача крутящего момента. Соответственно, никаких рывков, пинков, тычков, как с обычным автоматом нет. Но хотя современные автоматы, конечно, позволяют нам тоже довольно комфортно передвигаться. Но на вариаторе ездить все равно комфортнее. Те, кто поездили на вариаторах, я думаю, со мной согласятся. 3,5 двигатель очень бодро везет. Тем более он здесь не задушен под налог. 283 лошадиные силы и вполне себе. Очень комфортные, удобные сидения. Но опять же, если вы хотите понять, насколько автомобиль комфортен или нет, вам нужно приехать на тест-драйв, покататься. И тогда вы уже все поймете. Автомобиль я взял в компании «Сибирские моторы». Это единственный за Уралом дилер «Инфинити» официальный. Поэтому, если что, обращайтесь к ним. Если вы хотите особое коммерческое предложение, можете заполнить форму, которая есть в описании к ролику. Либо связаться со мной. Ссылка на мои контакты в закрепленном комментарии имеется. И мы попробуем согласовать для вас хорошее коммерческое предложение. С официальным дилером «Инфинити» сибирские моторы. Двойное остекление здесь. На самом деле, автомобиль довольно неплох в плане шумоизоляции. Очень уверенно набирает он. У меня вообще вопросов нет никаких к набору скорости. Отлично управляется. Есть небольшие крены. Но, учитывая размер автомобиля, ничего страшного в этом нет. Вполне себе хорошо стоит он на дороге. На больших скоростях, как утюг, едет. То есть, для путешествия с семьей просто незаменимая вещь. Я считаю идеально. Еще, кстати, хотелось бы вот на чем остановиться. Ребят, я спрашивал у вас, как вы попали на это видео и для чего его смотрите. Мне все-таки интересно. Если не написали еще, напишите обязательно в комментариях. И еще хотелось бы вот чем поделиться с вами. Я не возомнил из себя суперумного эксперта по автомобилям. Я, на самом деле, как большинство людей, которые снимают ролики про тачки, беру его на короткий срок, этот автомобиль, катаюсь и рассказываю вам свое мнение. И так делают почти все. Чтобы составить какое-то экспертное мнение, я думаю, что нужно работать на СТО, каждый день разбирать, собирать их. И тогда вы, возможно, будете понимать, что он из себя реально представляет. Ну, или пару лет этим автомобилем повладеть, чтобы уже понимать, какие у него есть положительные и отрицательные моменты. Я вам могу рассказать только в первое впечатление. Поэтому, если вы владелец этого автомобиля и смотрите этот ролик, напишите, пожалуйста, свое мнение о нем в комментариях. Пусть люди почитают. Вообще, моя задача создать что-то типа форума, сообщества, в котором мы могли бы с вами говорить о автомобилях в комментариях. И, соответственно, владельцы могут рассказывать о своем опыте. И те люди, которые хотят этот автомобиль купить, смогут почитать комментарии. Вот какая задача. Видео это инфоповод только. И мое сугубо личное впечатление. Ну, пока у меня положительное. Кто-то говорил из блогеров, что он шумноват. Возможно, не знаю я с чем сравниваю. Нет. На мой взгляд, вполне себе все нормально с шумоизоляцией. Подвеска здесь, кстати, не вальяжная. Она довольно сбитая. Я говорил, что есть крены небольшие очень. Я просто понимаю, на каком автомобиле я еду. Он реально здоровенный. А вот. Очень удобная посадка. Про это я тоже говорил. Длинная подушка. То есть, ноги не висят. Ну и в целом, все здесь отлично. Связка. Еще раз. Двигатель с коробкой. Просто шикарно везет этот автомобиль. Здесь у нас есть такие системы, как удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль. Опять же, это вещи незаменимые для дальних путешествий. То есть, мы уже четко обозначили потребность людей, которые может этот автомобиль закрыть. Если у вас большая семья, вы планируете дальние путешествия по трассе, вот это отличный автомобиль. Он позволит вам также съехать с дороги. Опять же, все в пределах разумного, потому что это не внедорожник, это паркетник. И внедорожниками их называть не стоит. Ну, как минимум, потому что на обычной шоссейной резине далеко ты не уедешь, какой бы у тебя крутой полный привод не был. Надеюсь, ребят, активность будет какая-то в комментариях, потому что весь смысл видео в этом. Чтобы нам с вами общаться. Точнее, даже не нам с вами, а вам общаться друг с другом. Пишите свое мнение, делитесь в комментариях обязательно. Я вам показал основные моменты какие-то по автомобилю. Надеюсь, ничего не забыл. Если что-то забыл сказать, задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. Ну, а вообще, в описании я приложу ссылку на прайс-лист. Там все опции прописаны, вся стоимость, все стоимости всех комплектаций. Поэтому, кому действительно интересно, зайдите в описание, скачайте прайс-лист, просто нажав на ссылку и все посмотрим. По стоимостям тоже ничего говорить не буду, потому что неизвестно, когда вы этот ролик будете смотреть. Актуальная стоимость в прайс-листе, которую по ссылке вы найдете. Я, если честно, даже не смотрел стоимость. Но, что касается конкурентов, я ездил на Sorento Prime, я ездил на Ford Explorer. Ну, то есть, на 7-местных автомобилях я довольно на многих ездил. И этот, конечно, один из самых приятных автомобилей с точки зрения управления, с точки зрения комфорта, материалов отделки. Один из самых классных. Единственный момент, который может раздражать некоторых людей, которые, ну, довольно современные, это то, что здесь нет CarPlay, Android, Auto. Я это проблемой не считаю, опять же, потому что за рулем нужно рулем пользоваться, а не тыкать в телефон. Навигация здесь есть. Если там вам нужен Яндекс, положите там куда-то телефон и, собственно, пользуйтесь Яндексом там или Дубльгисом, неважно. А так, в общем и целом, здесь все, что нужно, есть. Все опции, которые только возможны. Поэтому архаичным этот автомобиль назвать нельзя. То, что здесь лампочки в подсветке, не диодные, а обычные, галогеновые, не делает его архаичным. Это говорит о том, что автомобиль сделан в силе ретро. И это очень многие ценят покупателей. Часто я просто мнение такое слышал от людей, которые вещают, кто его покупает. Да очень много. Я бы, честно говоря, с удовольствием и себе купил. Мне очень понравился автомобиль. Я считаю, что основной конкурент, наверное, у него это все-таки Lexus RX 350. С 3,5-литровым двигателем, наверное, самый прямой конкурент. Не знаю уж, как позиционирует в Infiniti этот автомобиль. Но, на мой взгляд, вот этот автомобиль, они, я думаю, поценить примерно сопоставим. Хотя, скорее всего, Infiniti будет стоить меньше денег. В Lexus, кстати, CarPlay тоже не так давно появился. И как-то обходились люди без него. Но вообще очень комфортно, еще раз повторюсь. Климат удачно работает. То есть, обдув сидений, ну, не знаю, удовольствие прям получаешь. Обычно хочется погонять. А здесь он может вроде позволить себе быстро разогнаться. Но мне этого делать не хочется. Хочется спокойно ехать просто. И еще раз повторюсь, если вы хотите впечатление свое составить, не смотрите обзоры, едьте на тест-драйв, покатайтесь и все поймете. Я вот покатался, попользовался кнопками. И еще раз повторюсь, то, что это удобнее, чем сенсор. Гораздо удобнее, чем сенсор. И то, что их здесь много, они подписаны, здесь все понятно очень. То есть, чтобы разобраться, какая кнопка за что отвечает, вам нужно минут 20 посидеть и все. А можно и не разбираться в процессе движения, вы поймете, для чего они нужны. Кстати, опции все отлично работают. И мониторинг слепых зон, и удержание в полосе. Все здорово. И удобно то, что здесь на руле одна кнопка, которая все эти дела отключает у нас. Не надо искать, опять же, где-то в мультимедийной системе, как это все дело отключить. Просто кнопочку нажал, и все эти дела у нас выключились. Остались только мониторинги. Все, очень удобно. Ну, в общем-то, все, что хотел сказать об этом автомобиле, я вам сказал. Мне автомобиль очень понравился. Я очень много мнений слышал, что он архаичный. Не соглашусь. Есть опции здесь все современные. Адаптивные круиз, удержание в полосе, вот эти все дела. Все на современном уровне. Отличные материалы, отделки. И то, что здесь много кнопок, это вопрос, опять же, удобства. На мой взгляд, отлично все с этим. Такой, в общем, обзор, ребят. Напомню вам, что в описании есть плейлист на все автомобили Infiniti. Соответственно, вы можете зайти, посмотреть все видосы по ним, выбрать себе какой-то определенный автомобиль. Также оставлю в описании плейлист на автомобиле Nissan. Потому что Murano тоже интересно будет посмотреть в сравнении с этим. Правда, Murano 5 мест всего. Но так, в общем и целом, они довольно похожи. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях ваше мнение об этом автомобиле. Задавайте свои вопросы. Если я смогу ответить на них, я вам обязательно отвечу. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok